Всем привет! У микрофона Данила Добро. Вы на канале Быстрый ПК. В этом видео мы разберем, что такое файл подкачки. На самом деле мы поймем, играет ли он вообще какую-то роль, если у нас компьютер с большим количеством оперативной памяти, 16 гигабайт, и при этом SSD диск. В теории файл подкачки вредит SSD диску. Почему? Потому что постоянно происходит какая-то запись файлов и удаление их для работы системы. Соответственно, нам его желательно удалить и убедиться, что производительность системы при этом не ухудшилась, а даже наоборот увеличилась, скажем так. И в целом так и оказалось. Но все-таки давайте все по порядку, посмотрим как бы повнимательнее на мои тесты. Конечно, я протестировал на небольшом количестве программ, но в целом, уже монтируя видео, я убедился, что производительность системы не ухудшилась и все осталось вполне в нормальном состоянии. И в целом ожидать от этого, как бы, большой прирост производительности не стоит. Но замечу один небольшой нюанс. Если у вас стоит старый жесткий диск, вы можете посмотреть в диспетчере задач, какой у вас диск стоит. У меня SSD там написано, а у вас должно быть написано HDD. Это значит, у вас жесткий диск. Если у вас жесткий диск, то отключать файл подкачки не рекомендуется, можно его даже наоборот увеличить, потому что будет больше туда файлов сохраняться, и программы, скорее всего, будут быстрее запускаться, потому что они будут запускаться из этого файла подкачки. Сохранятся какие-то временные файлы, и они будут быстрее запускаться. В теории, во всяком случае. Но я бы на SSD диске файл подкачки все-таки отключил, а на жестком диске оставил. И давайте-ка посмотрим, а влияет ли это вообще на производительность системы. Как вы видите, я сначала записал несколько просто тестов, чтобы посмотрели, как работает в целом система, а потом мы посмотрим, как работает без файла подкачки. И при этом, как сохранилась ли это вообще производительность. Думаю, будет вам интересно. И сейчас, как бы, посмотрим уже сами тесты. Где-то на четвертой минуте у нас будут тесты. Да, игры и то, что я там выбрал, да тут игру, это просто единственная игра, которая у меня стояла на компьютере. Поэтому я на ней и тестирую, скажем так. Я мало играю в видеоигры, и, соответственно, у меня нету большого количества видеоигр, чтобы протестировать, скажем так, на большом количестве видеоигр. Ну, я думаю, в целом должно быть плюс-минус от программы к программе все одинаково. В итоге, сейчас у нас будет уже скоро сравнение. Я вам показал, как настраивать вот это вот, отключить файл подкачки. Как, если честно, мне его получилось отключить только с третьего раза. Потому что я не нажимал одну из кнопок, чтобы настройка сохранилась. Но в конечном итоге мне все удалось, и компьютер загрузился без файла подкачки, и вполне все нормально работало. Ну, и теперь мы, конечно, перейдем к сравнению, и мы посмотрим детально, как все это работает. Без файла подкачки. В целом, результаты меня немножко удивляют. Почему? Потому что я ожидал, что производительность на производительность это вообще никак не повлияет. Либо это будет прямо совсем в пределах погрешности. Но по факту некоторые программы все-таки стали запускаться быстрее, и это хорошо видно в моем сравнении. Либо незначительно стали медленнее запускаться. И какой я могу сделать вывод, что файл подкачки на SSD-диске все-таки стоит отключить, потому что действительно это дает дополнительный прирост производительности. В целом, система провода от количества FPS это не прибавляет. Что тоже меня немножко удивило. Хотя, по идее, ну, странно. В общем, это, наверное, зависит от игры и от многих других факторов, а не только от того, включен у вас файл подкачки или нет. Так что... На SSD-диске однозначно стоит давно операцию проводить, а вот на жестком диске лучше, наоборот, файл подкачки увеличить. В целом, это, я думаю, все, что я могу порекомендовать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И, в целом, на этом видео уже подходит к концу. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До встречи в следующих видео.